Стих 12, глава номер 11, 11 глава, Евангелие от Матвея. Я прочитал вам на прошлой сессии, как переведено, как в синодальном переводе звучит этот текст. Одни же она крестителя, да ныне царство небесное, силой берется и применяющие усилия восхищают его. Но прежде чем я перейду к этому стиху, что говорит оригинал, давайте обратимся сначала, посмотрим этот стих в контексте всей этой главы. Вот, например, предыдущие стихи, начиная с 7 стиха, о чем говорит Иисус, когда она говорит, прежде чем произнес эти слова в 12 стихе. Он говорит так в 7 стихе и последующей стихе. Когда же они удалились, Иисус начал говорить народу об Иоанне. То есть речь пошла об Иоанне крестителя, который был призван для того, чтобы приготовить путь Господу, ему приготовить. И как мы уже знаем из вчерашней сессии, это произошло до того, как Иисус вступил в служение в 30-летнем возрасте примерно. Иоанн, будучи старше Иисуса где-то на полгода, был поведен по откровению в пустыню. В пустыне там пребывал, в общении с Господом в молитве пребывал. Господь приготовил там, в пустыне Иоанна, для этой великой миссии, как пророка, который благовестовал крещение, который проповедовал крещение. Иоанн не просто вышедший из пустыни крестил их в воде. Нет. Он сначала проповедовал крещение, и причем проповедовал покаяние. Что прежде чем принять крещение, вступить в завет Господа. Он говорил, покайтесь, ибо приблизилось, что приблизилось им? Царство небесное. Иоанн, значит, проповедует им Царство небесное, которое уже приблизилось, и им необходимо покаяться. Он делает фокус на покаянии. Говорит, вы не можете войти в Царство небесное, если не покаетесь. Покайтесь, принесите плод, достойный покаяния. Об этом проповедовал Иоанн. И проповедовал не один год. Примерно где-то года четыре он проповедовал. До того, как с ним расправились. Мы знаем, Ирод. Дочь Иродиада заказала его. Седьмой стих написано. А когда же они удалились, Иисус начал говорить народу об Иоанне, что же вы ходили смотреть в пустыню, трость ли ветром колеблемую? На кого же вы ходили смотреть? На человека, облаченного в мягкие одежды? Однако те, кто носит мягкие одежды, находятся в чертогах царских. На кого же вы ходили смотреть? На пророка? Да, говорю вам. И больше, чем на пророка. Больше, чем на пророка. Кроме того, что он был проповедник, он был пророк. Ибо он тот, о котором написано. Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Истинно говорю вам. Одиннадцатый стих. Из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Небесном больше его. Ага. В Царстве Небесном. Меньший, но меньше в Царстве Небесном больше его. И ключевой стих. Одни же Иоанна Крестителя. До ныне. Царство Небесное, говорит Иисус. Иисус подвергается насилию, и применяющие силу пытаются захватить его. Ибо все пророки и закон пророчив стали до Иоанна. И если хотите принять, он или, которому он надлежит прийти, имеющий уши слышит, да слышит. И шестнадцатый стих. Не отделяйте от контекста этого. Но кому уподоблю этот род? Он подобен детям, сидящим на площадях и зовущим товарищей своих. И говорящий, мы играли вам на свирелях, а вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, а вы не плакали. Ибо пришел Иоанн. Не ест, не пьет. И говорят, в нем бес. Я вам проповедовал. Не пил вина. Не занимался чрево угодим, как некоторые в те времена занимались люди. Это многим не понравилось. Почему? Потому что он, Богом, был приготовленный муж Божий, чтобы обличать в беззаконии, в нечистоте, в грехе тех, кто должны были покаяться в этом. Потому что пришло великое пробуждение, пришел Сын Божий на землю, и Он приготовлял ему путь. И Он обличал в этих грехах, смело обличал даже самого царя Ирода. Это подобно тому, если бы кто-то вышел на площадь нас и начал сейчас обличать кого-то из руководителей государства в грехах. В каких-то грехах. Ну, конечно, повязали бы его сразу. Но Он не боялся этого делать. Потому что Он делал это по повелению самого Бога. Он приготавливал путь Богу. Он говорит, что каждый холм, каждый дол наполнится, каждый холм понизится. То есть это прообраз выражения того, что люди гордые, несмиренные, должны покаяться, смириться с их гордостью, с их возвышением, превозношением. Почему Он говорит, что одней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное подвергается насилию? Одней же Иоанна Крестителя. Потому что в 16 главе, в 16 стихе Евангелия от Луки говорится «Законы пророки до Иоанна». Законы пророки до Иоанна. Точка. С этого времени благовествуется Царство Божье, и всякие силы пытаются войти в него. Значит, до Иоанна были законы пророки. До Иоанна, значит, с силой Царство Небесное не бралось. Не бралось? Почему не бралось? Потому что именно только с этого времени, когда пришел Господь Иисус, с этого времени, когда было слово к Иоанну Крестителю в пустыне, Он пошел и начал благовествовать какое Царство? Царство Небесное, которое приблизилось к ним. Говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. И что? Благоуставалось ли это Царство Небесное до Иоанна? Нет. Благоуставалось ли до Иисуса Христа? Нет. Сам Иисус рассказывал о Царстве Божьем. А Царство Небесное подобно неводу. Когда забросили, вытащили много всяких рыб, потом сели и отобрали. Хороших. И плохие выбросили. Царство Небесное, значит, только хорошее. Подобно неводу. Он говорит, что поскольку Царство Небесное, Лука говорит, от этих дней, это от этого времени, когда начал благовествовать Царство Небесное Иоанн Креститель, вот с этого времени, когда он начал благовествовать, оно начало подвергаться насилию. Какому насилию? Прежде всего, не только физическому насилию, а прежде всего духовному насилию. Книга – это книга духовная. И понимать её надо духовно. Духовно. Почему? Потому что он говорит. Хорошо, представьте себе, что Царство Небесное, как говорит синодальный перевод, берётся усилием. Силой берётся. И применяющий это усилие восхищает его, достигает, забирает, там, входит в него, применяющий усилие. А дней же Иоанна Крестителя, да ныне Царство Небесное силой берётся. А что до дней Иоанна Крестителя? Нельзя было Царство Небесное взять силой тогда? Почему? Только дней Иоанна Крестителя можно брать силой Царство Небесное. И почему одни Иоанна Крестителя, а не одни Сына Человеческого, или дней воскрешения Иисуса Христа? Или почему Иисус не сказал, вот когда Сын Человеческий, воссядете десной, вот тогда будете силой брать Царство Небесное. Почему Иисус не сказал? Вот на вас, когда снизойдет сила Духа Святого, когда вы будете все едино душно вместе, вот тогда и будете силой уже, той силой, которую я вам дам. Брат Царства Небесное. Но ведь Он сказал, одни Иоанна Крестителя. Тогда здесь сила Духа Святого ни при чем. Ведь Он сказал, одни же Иоанна Крестителя. И кто сказал? Сам Иисус сказал. Это слова Его. Одни Иоанна Крестителя. Значит, ни до дней Иоанна Крестителя Царство Небесное с силой не бралось. Ни после. Потому что конкретно указан период времени. Почему одни? Потому что только одни, Царство Небесное, как говорит его англист Лука, с этого времени благоествуется Царство Божие. И всякие силы пытаются войти в него. Что значит всякие силы пытаются войти в него? А то это значит, что когда приходили фарисеи, когда слышали его проповедь. А он везде проповедовал. Нескрытно проповедовал. А во всеуслышание, он был гласом вопиющего. Говорил, покайтесь. И говорил каждому, что мы должны делать? Спрашивали у него. Не берите лишнего, не берите там. Он объяснял и воинам, всем объяснял. Говорил Иоанн Креститель. И у него даже спрашивали фарисеи. Ты пророк? Ты или... Нет, я не пророк, я просто послан для того, чтобы приготовить путь ему, идущий за мной и сильнее меня. Он приготовил путь ему, который тоже благовествовал Царство Божие, который тоже говорил. И что? Что получается? А получается то, что когда к нему приходили на Ярдан креститься, кто? Фарисеи? Книжники, фарисеи, другие. Слыша эту благую вещь, что нужно покаяться, ибо приблизилось Царство, потому что желающих хватит от Царства много. Много желающих хватит от Царства? Много же, все желающие. Кто понимает, что есть жизнь вечная, что это реальность, что это не просто миф и сказки, что Бог реален, что Царство Небесное реально. И фарисеи, книжники, хорошо знавшие весь Ветхий Завет, все Писания, знали, что есть Царство Небесное. Поэтому говорит, что закон и пророки до Иоанна, но закон и пророки не помогали им войти в Царство Небесное, так как они могли бы это сделать сейчас. Потому что Иоанн Креститель говорил, что нужно покаяться, принести плод достойной покаяния, вот тогда вы войдете в Царство Небесное. А фарисеи, слыша этого, смеялись над ним. Но хотели, приходили, и хотели получить, заполучить это Царство Небесное. Каким образом? Получив крещение от Иоанна, он говорит, вы отродье змеиное, почему так называл? Порождение ехидны. Почему так называл? Потому что это прообраз хитрых людей, лукавых, хитрых, которые всяческим образом пытаются достичь определенной цели в обход чего-то. Они понимали, о чем говорит Иоанн, что он проповедует, и тем не менее приходили к нему креститься. Он говорит им, называя их нелестными словами, чтобы они, прежде чем приходить к нему креститься, ведь он крестил в крещении, написано, я крещусь в воде, в ен, греческий предлог там есть, вы будете следовать в Писании, и выйдете в воде, в крещении, в крещении, в воде, в крещении, в покаянии. Во что он крестил? В покаянии. Есть одно местописание, где ему говорится, что вы все в Христа уверовавшие, все в Христа крестившиеся, во что крестились? В смерти Его крестились. Вот во что мы крестимся, когда в Христа уверовали, в Христа крестившиеся, мы в смерти Его, в смерти Его крестились. Они крестятся не на кого-то, не на что-то, не для чего-то, они крестятся в покаянии. Быть крещеным в покаянии, это значит, я когда крещусь во Христа Иисуса, я исповедую Его Сыном Божьим, моим Спасителем, пришедшим во плоти, понимаете, пролившим за меня кровь искупительную, вошедшим добровольно на Голговский крест и воскресшим, и ныне одесную Бога. Я исповедую свои уставы и говорю, Господи Иисусе, я обещаю Тебе мое поведение доброй совести, что я буду вести себя, как Ты хочешь, чтобы я ввел себя, лучшим образом, ни в чем, чтобы не позорить ни Твое святое имя, ни поведением, ни поступками, ни словами, ничем. Всем своим естеством я буду стараться быть Твоим свидетелем, чтобы мое естество, в результате моих духовных или физических страданий, если кому-то приходится в жизни, оно переродилось или преобразовалось, или трансформировалось в образ, в естество Иисуса Христа, в образ Иисуса Христа. И поэтому Он говорил им, принесите плод, плод, мне нужен в вас плод достойной покаяния. Я не буду вас крестить в Христа Иисуса, или в Иоанна, или в еще куда, я не буду вас крестить в крещении, в покаянии, потому что вы не покаялись. Вы словами произнесли молитву покаяния, а на самом деле, вы какими были, такими стали. Где ваша милость? Где ваша любовь? Где ваша добровода? Где ваше милосердие? Он же может перечислить много чего. Он просил, говорил им, что вы порождение хитрой. Почему? Потому что вы должны, прежде чем прийти ко мне креститься, придите ко мне с плодами вашего покаяния. Не просто вашего поведения, а должен быть плод покаяния. Вот тогда я вас крещу. Понимаете? Когда я иду осознанно, сознательно креститься, заключать договор с Иисусом, я знаю, какой шаг серьезный совершаю в своей жизни. И этот день своего крещения, 18 августа, до восхищения мне на небеса и до встречи Иисуса Христа, буду помнить. Потому что это важнейшие этапы в жизни каждого христианина, когда он рождается свыше, вступает в завет с Господом, принимает водное крещение, когда крестится в воде. Это не какой-то просто обряд, совершить обряд и все. Нет. Это важное таинство, когда мы обещаем, и не просто обещал и не делает. Нет. Поэтому он говорил им, принесите плод достойной покаяния. Они приходили к нему креститься. С какой целью? С целью достичь Царства Небесного, потому что если Иоанн их крестит, в крещении покаяния, потому что приблизится Царство Небесное, значит, я войду в него, потому что Иоанн послан с определенной миссией, чтобы приготовить путь Господу. Мессия должен прийти. По-моему, он говорил, что я послан для того, чтобы приготовить путь Ему. Кто идет за мною, больше меня. Дальше. В Токлавании четырех Евангелиях, четырехтомник библейской миссии Славянского и Евангелийского общества написано, в стихе 12 мог быть возложен неоднозначный смысл. С одной стороны, Царство, которому надлежит установить Иисусу, силой берется в том отношении, что нечестивые люди пытаются похитить Его. То есть подразумевается, что религиозные вожди Иудеев, современники Иоанна и Иисуса, противившиеся им, то есть Иисусу и Иоанна, хотели бы установить такое Царство на свой лад. Кроме того, в этих словах, в этом стихе, есть греческое слово арпажу. Хватать, похищать, захватывать, вторгаться, расхищать, восхищать. Первое значение этого слова – это хватать, захватывать, вторгаться, похищать, расхищать, восхищать. Поэтому там и написано. И применяющие силы восхищают Его. То есть они захватывают Его. Вторгаются в Него. Хватают Его. Есть греческое слово биасте – человек, употребляющий это усилие или насилие. Его биасте. Его ещё по-другому называют насильник-разбойник, применяющий эту силу. Есть также греческое слово биажа. Применять силу, там существительный насильник-разбойник, а здесь биажа – применять силу, насильственно действовать, брать силой, одолевать, с усилием входить, вторгаться силой куда-либо. Вот семантика как раз глагола брать силы подразумевает активные действия, согласно оригиналу. Тогда как киринал текста, то есть слово биажа, имеет страдательный залог в оригинале, пассивного действия. Страдательный залог пассивного действия. Неактивного, а пассивного действия. То есть подвергать кого-то насилию, или подвергать что-то насилию. Быть насилуемым, принуждаемым, теснимым, притесняемым и тому подобное. Страдательный залог пассивного действия. В английском языке нет падежей склонений, тогда как в греческом, русском, украинском есть они. И вот тут как раз благодаря богатству языка нашего и греческого можно увидеть, что в оригинале греческое слово арпажи является глаголом, настоящего времени активной формы изъявительного наклонения. Угу. Настоящее время. Активная форма, изъявительное наклонение. Остается только уяснить, что же такое изъявительное наклонение. А что такое изъявительное наклонение? Это значит наклонение, это совокупность личных форм глагола, указывающих на совершение действия в настоящем, прошедшем и будущем времени. Совокупность личных форм глагола, указывающих на совершение действия в прошлом, в настоящем и в будущем. Конечно, это такие формы только есть в греческом, в оригинале. У нас уже таких форм не существует. Этот стих показывает нам, что Царство Небесное подвергалось, подвергается и будет подвергаться насилию. Да. Они как бы восхищают, они как бы захватывают его. Но. Или пытаются захватить его. Форма глагола настоящего времени. То есть мы видим там... ОМОН штурмует какое-то здание. Да, мы видим их штурмующими. Но войдут ли они в это здание? По всей вероятности, может быть. А может быть и нет. В зависимости от того, насколько там сильные силы пытаются оказать им сопротивление. А там вообще может быть спецназ какой-то особого назначения, который окажет им такое сопротивление, что они не в состоянии будут его осилить, захватить или войти туда. Все зависит от того, какие противостоят силы. С одной и с другой стороны. Да, они, мы видим, осуществляют это действие. Они вчера его брали силой. Вчера целый день штурмовали. Но они не смогли. Сегодня целый день штурмует. Тоже ничего не закончилось. Может быть и завтра будут штурмовать? Да, они сказали, что завтра придем. Это та форма глагола, которая указана в этом стихе. Прошедшее настоящее будущее. Они пытаются захватить его. Слово захватывает, это вовсе не значит, что вот уже побеждают. Вот, вот, вот и все. Немножечко и будет победа их. Не, не, нет. Это просто такая форма глагола. А тем более, это греческий язык, который, понимаете, не является зеркалом для русского языка, который в русском языке, вот это слово, которое полностью отвечает всем оттенкам того, что хотел писать автор этого послания. И писал автор этого послания для того, чтобы отобразить, что он хотел этим сказать. Он хотел сказать, что они действительно захватывают, то есть, но они еще не захватили, то есть, продолжают восхищать или восхищают, или берут его усилием, или пытаются взять его усилием. Но, однако, мы знаем, Иисус сказал, «И врата ада не одолеют его». Царство Небесное, да, его пытаются захватить. Кто пытается захватить? А знаете, кто пытается захватить? Сейчас я отвлекусь, для того, чтобы вам было немножко понятнее от этого стиха. Когда Иисус говорил, «Я есть дверь овцам, никто не придет к Отцу моему, не иначе, как через меня». Тот, кто перелазит Инди, тот кто? Вор и разбойник. Тот, кто перелазит где-то, тот вор и разбойник. В Евангелии от Луки 17 стих говорится, «Но скорее небо и земля придут». Это та же 16 глава, только уже 17 стих. «Но скорее небо и земля придут, чем одна черта из закона исчезнет». Чем одна черта из закона исчезнет. Что он имел в виду? Потому что закон говорит, Писание священное говорит, что говорит, «Я есть дверь овцам, никто не придет к Отцу моему, не иначе, как через меня. Никто не перелезет Инди, потому что кто перелазит, тот вор и разбойник. Овцы мои слышат голос мой. Вы потому не можете слышать слово Рэма, потому что вы не мои овцы, вы не от меня». Далее. Перелазит Инди. Если человек не приносит плода, плода покаяния и пытается вломиться в Царство Небесное, то результат будет все равно плачевный. Знаете, почему? Потому что даже когда один явившийся на праздничный пир в небрачных одеждах был обнаружен и Иисусом, или Господином, говорит, «А ты почему сидишь здесь в небрачных одеждах? Как ты сюда вообще попал?» И сказал слугам, «Возьмите его, выбросите во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Интересно. Пришел на пир. Непростой пир. Я говорю, Иисус приводит пример. Говорит, «Не думайте, если вы не обличетесь в эти праздничные одежды, вы, если не обличетесь в праздничные одежды, то вы войдете туда». О каких одеждах Он говорил? Одеждах святости прежде всего. Праведность, святость, без которой никто не увидит Господа. Потому что Он говорил Иисус своим ученикам, говорит, «Иисус, ну как же ж, ведь Илья должен прежде прийти, а Он им объясняет, Илья уже пришел, и сделали Ему все, что хотели». Кому Ему? Иоанну Крестителю сделали все, что хотели. Потому что Он сказал, если хотите, Он есть, Иоанн Креститель. Он есть Илья. Он есть Илья. Так говорит Иисус, так написано в Писании. И Ему сделали все, что хотели. Потому что одни Иоанна Крестителя, когда начало благорестоваться Царство Небесное и Царство Божье, люди стали ломиться туда, особенно фарисеи, книжники, может, и знали, что это такое, ломиться туда. Приходили на Иоанн креститься, все. Им казалось все. А Иисус говорит, нет, никто туда не вломится, никто туда не войдет, никто не одолеет, никто не захватит, никто туда не попадет, силы туда не войдете. Я говорю, ребят, силы туда никто не попадет. Туда попадут только через через воздержание, долготерпение, скромность, сокрушение, принятие, принятие всего того, чего Иисус говорил. Говорит, если ваша праведность не превзойдет праведности фарисеев, то что? Не войдете, Царство Небесное, не войдете. Никодим к ним пришел, он говорит, Никодим, надо родиться тебе свыше. Никодим, слава Богу. Знаете, как в синодальном переводе перевели? Был же некий человек среди фарисеев, Никодим, и возникает у филологов сразу остальный вопрос, а как это? Как это? Местоимение некий, которое говорит о том, что, собственно говоря, никто не знает его. И тут же указывается имя, Никодим имя его, так как он может быть неким. Тут что-то не то, ребята. Откроем оригинал, а там написано, среди фарисеев был же человек. Так все-таки человек, а не некий. Там слово конкретно указано, человек. А почему? Иоанн об этом пишет. Потому что среди фарисеев тоже были. Можно было их перечислить. Иосиф из Оремяфеи, Никодим, который что? Не просто стал учеником его. Не просто интересовался или учился. Можно учиться, так и не выучиться ничему. А он стал его учеником, там написано. Он был большой умницей, Никодим. Он схватывал все на лету. И даже когда он ему сказал, что, мол, тебе надо родиться свыше, он сказал, как же может человек родиться, будучи стар. И дальше идет, я бы сказал бы, не очень лестное выражение в отношении Никодима, как переведено все на данном переводе, и как это не сказано в оригинале, там говорится о том же, мол, что там сказано про войти. Неужели он может войти второй раз в утробу матери своей родиться? Представляете, человек взрослый, очень взрослый, человек грамотный, член Синедриона говорит, неужели он может войти? Допуская даже эту мысль. Угу. Неужели он может войти? Вот это да. Конечно же, Никодим так не спросил. Он именно спросил, как там написано в оригинале. Он сказал, не может же человек второй раз войти в утробу матери своей родиться? То есть, задавая вопрос, он утверждает, что такого же не может быть. Как же человек может родиться свыше, то есть, снова, заново, будучи стар? Это вопрос и ответ достойные уважения. Говорит, не может же он, понимаете? А его сделали, старичок пришел там, уже совсем там. Говорит, неужели он может войти? Допуская даже такую возможность войти второй раз в утробу матери. Нет, он такого не допускал. И дальше он говорит. Правда, сначала сказал о том, что учитель, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога. Говорит, мы знаем, что ты пришедший от Бога, учитель. Ибо тех дел, которые ты сотворишь, никто не может сотворить, если не будет с ним Бог. Иисус поэтому так и ответил ему сразу же. Никодим, надо на тебе родиться свыше. Никто не родится. Если кто не родится, то что? Тут не войдет в Царство Божье. Так вот, и когда он так сказал ему, он сразу же ему сказал про рождение свыше. Почему? Потому что, если бы Никодим, будучи рожденным свыше, он бы сказал бы, Господи Иисусе, как Симон, как Симеон во второй главе Луки, он сказал, слава Богу, увидят мои очи Сына Божьего. Я могу прийти и беседовать с Ним. А он увидел в Нем просто Учителя. Поэтому Иисус сказал, тебе надо бы народиться свыше. Если бы ты родился свыше, ты увидел в Нем не только Учителя. Или Равина. А увидел бы во Мне Сына Божьего. Мессию бы увидел во Мне, пришедшего во плоти человеческой. И поэтому он говорит такое условие. Родиться свыше, родиться от воды и родиться от Духа Святого. Условия вхождения. И он дальше объясняет все эти вещи, мы читаем в Евангелии от Иоанна в третьей главе. Но что я хочу сказать? Да, есть условия, о которых проповедовал Иоанн Креститель. Это прежде всего, если мы верим, что Иисус есть Господь, мы каемся. Приходим с сокрушенным сердцем, мы каемся в грехах наших. Мы потом заключаем с ним завет. Мы рождаемся от Духа Святого. И на протяжении нашего верования мы, конечно, приносим плоды этого покаяния. Вот о чем проповедовал Иоанн Креститель, о чем говорил Иисус. И эта мысль подтверждается многими другими местами Писания. Как, например, Евангелие от Матвея. Матвей говорит, евангелист, «Со времени Иоанна, который был брошен в тюрьму до самого нашего времени, Царство Божие страдало от насилия и гонения от рук яростных людей. Мое Царство будет страдать от насилия всегда. Всегда будут такие люди, которые будут пытаться... Сейчас найдем. 8... 7, 8, 9. Который будет пытаться погубить его. И потому только человек действительно серьезный, в котором насилие преданности, равное с насилием гонения, увидит Царство Божие. Еще есть одно местописание. Это Матфея 14, глава 8, Матфея 14, глава 8 по 12, написано «По научению матери своей молвила, подайте сюда на блюде голову Иоанна Крестителя, и опечатался цель, но ради клятвы, возлежавших с ним, приказал подать. И послал безглавить Иоанна в темнице, и принесли голову его на блюде, и подали девице, и она поднесла ее матери своей, и, придя, ученики его взяли тело, и приюли его, и пошли и известили Иисуса. И, услышав, Иисус удалился оттуда на лодке пустынное место один, а народ, услышав о том, последовал за ним пешком из города». То есть было осуществлено насилие даже на самим Иоанном Крестителем о том, что будут осуществлять гонения в отношении всех христиан. Иисус предубеждал «Как меня гнали, так и вас будут гнать. Как меня не принимали, так и вас не будут принимать». Но когда человек попытается применять физическую силу или физическое насилие для того, чтобы войти куда-то, что-то, даже благовестовать Царство Божье, Иисус не подавал никогда такой пример, но напротив, говорит, что Царство Небесное никогда силой не берется. И Царство Небесное никогда силой не распространяется. Почему? Потому что ученики Иисуса, по-моему, это Евангелие от Луки, говорили, они не хотели принять Иисуса в одном исселении. И тут же Иоанн отреагировал еще с одним учеником, говорит, «Давай мы не изведем сейчас огонь с неба за то, что они тебя не принимают». А он запретил им, так и написано, он запретил им, потому что сказал, «Ибо не знаете, какого вы духа». Почему Иисус им запретил? Говорит, «Содом и Гаморе в тот день, в день суда, седра, перевод говорит, отраднее». Ну, отраднее, это значит, больше радости будет. Ну, какой радости в день суда вообще радости будет, а? Для Содома и Гамора. Там Содома и Гамора в день суда легче будет гораздо, чем им, тем, которым благоествовалось, говорилось, горе тебе, Харазин, горе тебе, Капернаун, Капернаун, и прочее, прочее. Потому что те чудеса, которые были явлены вам, и вы не покаялись, и не уверовали, то горе вам. И если люди не хотят принимать, то горе им. Гораздо легче будет в день суда Содому и Гаморе, нежели тем людям, которые отвергли Иисуса, которые не захотели принять. Не хотят принимать, не надо. Не надо никакой огонь не заводить, никакую силу применять. Не говори, что покайся. Дело в том, что когда мы проповедуем покаяние, мы не должны ни на кого, знаете, как выражение сказано, наезжать. Доказывать ему, что он должен прямо покаяться. Если у него закрыто сердце, то как он покается? Формально он может пронести это губами, но не принесет плод достойный покаяния. Ведь многие прошли через многие церкви, и где они? Можно по статистике включить компьютер и сказать, через нашу церковь покаялись два миллиона людей. Пол Киева. А где эти два миллиона сегодня? Они что, принесли плод покаяния? Они теперь обратились к Господу? Они что, не делают те же дела, которые делали раньше? Да напротив. Еще больше озлобились некоторые из них. Что-то увидев, что-то услышав, приткнулись. Да, мы должны благоествовать Царство Божие, как это делал Иоанн Креститель. Но ни за кого мы, собственно говоря, не хватаем заладского пиджака, ни трусимого, и не говорим покайся. Иначе сейчас я с тобой пришло Царство Божие, если сейчас же не покаешься, то все. Это насилие над человеком, насилие над личностью, насилие над всеми теми, которые, собственно говоря, может, не в планах Бога Отца, чтобы они были записаны в Книгу Вечности, в Книгу Жизни. Почему? Потому что должен быть плод покаяния. Никто не придет к Отцу моему, не иначе, если Отец его не призовет. Или 23 глава, 34 стих. Матфея, да. 23 глава. Я прочитаю вам с 28 стиха. Так и вы ныне вы истинно кажетесь людям праведными, а внутри полны лицемерия и беззакония. Горе вам, книжники, говорите, все лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников. И говорите, если бы мы были в дни отцов наших, то не были бы их сообщниками в пролитии крови пророков. Ага. Если мы были бы в дни отцов наших, то не были бы им сообщниками. Мы младеско-хорошие, а те отцы наши плохие. Ну, мы поэтому строим памятники. Вот видите вот. Так что свидетелю стоите против себя, что вы сыновья тех, которые убили пророков. Да. Они своими действиями, своими словами свидетельствуют сами против себя, что они сыновья тех, которые убили этих пророков. Но он говорит, и вы дополните меру отцов ваших. Что значит дополните меру отцов? А то, что отцы, если убили пророков, и он говорит, и вы тоже сделайте что-то не очень отменное, не очень отменное. Почему? Потому что он говорит, змеи, порождение ехидны. Чьи это слова? Я на крестителя? Нет. Это слова Иисуса Христа. Это сам Иисус Господь говорит в Евангелии от Матфея, говорит, змеи, порождение ехидны. Как избежите вы осуждения в гиену? Куда? В гиену. Поэтому вот я посылаю к вам пророков и мудрецов. Кто говорит? Сам Иисус говорит, вот я посылаю к вам пророков, мудрецов и книжников, и некоторых из них вы убьете и распнете. Некоторые из них вы убьете и распнете. Ага. То, что делали их отцы, убивали пророков, распинали. И теперь он им говорит. Он говорит им, как кто? И как сын Божий. И как пророк. Он говорит, как Бог, пришедший воплоти. Некоторых из них вы убьете и распнете, а некоторых из них будете бичевать в ваших синагогах. Ну, представьте такую картину там. Кого-то раздели и бичуют. Нет. Бичуют прежде всего словами. Бичуют прежде всего, убивают человека. Словами. Слово, оно острее порой, меча обоюдоострого, который отсекает голову. Почему? Потому что многие не приняли его как мессию, как сына пришедшего, который благовестовал уже царство Божье. И написано, и будете гнать из городов в город, и будете гнать из города в город, да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови праведного Авеля до крови Захария, сына Варахина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно, истинно, говорю вам, все это придет на этот род. Дальше он говорил об Иерусалиме. Иисус продолжает говорить открытым уже текстом книжникам, фарисеям, законникам, всем другим, что будут времена, когда будут гнать вас христиане, ученики, последователи. Кто? Вот они будут гнать, вот они это будут делать, будут бичевать в синагогах, будут уничижать, будут оскорблять, будут топтать и словами, и поведением. Деяние 14 глава откройте. 22 стих. И когда проповедовали Евангелие тому городу и приобрели довольно много учеников, они возвратились в Листру, Иконию и Антиохию. 22 стих. 14 главе Деяния апостола. Утверждая души учеников, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере. Вот чем они занимались. Проповедовали Евангелие, утверждали души учеников, увещевая пребывать в вере. И что? Что-что? Что через многие страдания должны мы войти в Царство Божье? Царство Божье не усилием берется. А когда претерпают, претерпевают люди поругания, насилия, оскорбления, говорят, блаженны вы, если будут гнать вас. Блаженны вы, если опозорят вас. Блаженны вы, если скажут на вас всякое недоброе слово. из-за меня. Там написано в Синодальноме, в 11 стихе, если будут злословить вас. Но там слово Рэма. Почему слово Рэма? Это единственное место во всем на Завете, где это слово употреблено в связке и скажут всякое недоброе, недоброе слово. Кто скажет? Те, кто не принял Иешуа, те, кто не имеет откровения, кто он, те, кто отвергает Царство Небесное, о котором говорил Иоанн Креститель и сам Иисус, те, кто не имеет любви Божьей, понимаете, потому что Бог есть любовь. Он говорит, любите врагов ваших. Вот те люди, они принимают откровения, знаете, чье откровение? От Тот, Который всегда был Отцом Лжи, от Лжеца, от Дьявола, от Антихриста. Они принимают откровения, другими словами, от Люцифера, от Сатаны. Какое откровение? Чтобы гнать, преследовать, оскорблять у него, это ж христиане, это ж вообще, разве есть такая, это ж сектанты, как и некоторые из них считают до сих пор, что христианство это лжи и религия. Некоторые, слава Богу, не все. Поэтому Царство Божье, которое Иисус говорил, внутри вас есть, Царство Божье внутри вас есть, ученики, ученикам говорил, Царство Божье не придёт, видимо, оно, которое внутри вас есть, оно будет подвергаться прежде всего этому насилию. Вас будут гнать, клеветать, оплёвывать, позорить и прочее, прочее. Но этому должно всё случиться. Но только лишь благодаря мне, через меня, все войдут к Отцу Мою Небесным. Другим способом туда никто не пойдёт. Только через мою любовь, познавши мою любовь, познавши моё сердце, познавши моё откровение, потому что я из двери овцам. И будут совершать насилие, и тем не менее, при всём этом условии вы должны помнить, вы должны принести плод покаяния. И в результате того, что у вас будет, эта любовь, которая у вас есть уже, вы войдёте в Царство Небесное. Вера, надежда, но любовь из них больше. И это прослеживается на протяжении всего Евангелия. И о вере, и о спасении по вере, и о любви Божьей, которой Бог есть любовь, и о принесении плода. Но ни в коем случае никогда не расталкиваем локтяниями и физическими туда «применяй силу, войдём, давайте там, мы установим новое правление». Иисус пришёл, не установил новое правление для кого-то, хотя его хотели сделать даже царём. всё, что нужно было совершить, он совершил и учение передал, которое нужно было передать. Ну, давайте продолжим этот разговор, завершающий урок, сделаем после перерыва.